Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я не буду его читать. Он достаточно длинный и в принципе про одно и то же. Он состоит из примеров. В данном случае автор описывает новейшие мысли. Лот о том, что слишком буквально воспринимает слова, например, ему говорят, что ты сегодня сонный и он воспринимает это слишком буквально, накручивая себя, что он действительно сонный и выйдет таким в протяжении дня, даже если это не так. Так, и единственная защитная реакция, которая появляется здесь у автора вопроса, это, по его же словам, это сказать противоположно. Вот. И именно этому человеку. И тогда, соответственно, автор вопроса будет чувствовать себя лучше. Чувствовать себя лучше. По факту. Вот. Значит, соответственно, вам уже сказали, вероятно, о том, что речь идет непосредственно про навязчивые мысли. Вот. И, соответственно, да, это действительно так. Так, речь идет, на самом деле, про навязчивые мысли. Вот. Но вам, судя по всему, вряд ли сказали о том, каким образом эти навязчивые мысли вообще появляются. Да, то есть, ну, почему они появились. Почему они появились у вас и как они вообще появляются в данном случае у человека. Мне кажется, что несколько можно раскрыть основания для подобной зацикленности. Вот. Несколько можно раскрыть механизмы подобной зацикленности. Вот. И постараемся немножечко сделать это более понятным, что ли, для человека. Так. В первую очередь, вы говорите про то, что вам нужна помощь. Вот. Это, конечно, хорошо и здорово, что вы говорите про... Ну, про свою нуждаемость в помощи. Вот. Ну, хотелось бы немножко уточнить момент, связанный с тем, как вы эту помощь видите. То есть, ну, вот, вы говорите, да, что вам нужна помощь. А как вы эту помощь видите? Вот этого вы как-то не... Парадоксально этого вы не написали. Вы не написали, как вы видите помощь. И из-за этого не совсем. Понятно. А даете ли вы себе отчет в том, как работает психолог, а даете ли вы себе отчет в том, как работает психотерапия и готовили вы к ней. Вот. Потому что если вы себе отчета в этом не отдаете, то вам, ну, наверное, наверное, требуется объяснить еще и данный аспект. Тем не менее, здесь я делать этого не буду. А вы можете, в принципе, сами изучить этот момент. Просто загуглив соответствующую информацию. Я не думаю, что для вас все будет сложно. Вот. А я бы хотел поговорить непосредственно про навязчивые мысли и так. У вас появляются мысли о том, значит, что если вам сказали, что вы сонные, то вы будете таким сонным весь день. И что появляется? Появляется, наверное, тревога. Появляется, наверное, страх. Вот. Появляется ощущение, как будто бы вы теряете себя. Ну, потому что другой человек вам, там, условно, что-то говорит, да? Вот. Другой человек, условно, вам, ну, транслирует какую-то свою мысль. Вот. Вы эту мысль принимаете за правду. Вы эту мысль принимаете за истину в данном случае. И предполагается, что тот человек, который говорит вам, что вы сонный, лучше знает, какой вы, чем вы сон. И появляется, собственно, навязчивый мысль, чтобы его, ну, там, условно говоря, да, разобидеть в том, что он сказал. Почему появляется подобная мысль? Потому что, как правило, данный аспект здесь связан с тем, что вы не уверены в себе. Вот. Данный аспект связан с тем, что вы, вы себе сомневаетесь, вы, может быть, ну, не до конца знаете и понимаете, что... какой вы, какой вы, кто вы. Вот. И, вероятно, вы себя не очень хорошо ощущаете, не очень хорошо себя слышать. Вот. В том смысле. В том смысле, что вам хочется. Вот. В том смысле, что вам нужно. В том смысле, в чем вы, например, нуждаетесь. Вот. А это неверно себе, как правило, подавленная агрессия. Вот. Это вот тоже такой достаточно важный момент. Важный момент касающийся вот именно, ну, того, что вы подавляете, возможно, в своё взгляд, который возникает в ответ на, например, какие-то действия, допустим, со стороны, ну, других людей. Вот. И вы реагируете на это вот таким образом. Достаточно получается, что болезнен. Поэтому здесь основная моя, например, заключается в том, чтобы... чтобы вы лучше себя слышали, чтобы вы лучше к себе прислушивались, чтобы вы лучше ориентировались в своих чувствах, в своих ощущениях, в своих эмоциях. Сделать это можно через психотерапию. Сделать это можно через работу, например, с вашими страхами, которые у вас, скорее всего, есть. Очевидно, что есть. Вот. И, соответственно, уже в этом направлении как-то двигаться. То есть навязчивые мысли в природе своей – это сдерживание. Это сдерживание, ну, вот, реакции, сдерживание аспектов, которые человек, в принципе, сам считает себе ненужным, лишним, может быть, даже вредным, опасным. Например, если вам, ну, если у вас есть, есть, к примеру, вот, такая идея, что, если вы будете искренним, да, если вы будете с собой, то, вот, там, вам, допустим, ну, что-то сделают, да, или там, как-то вот вас обидят и так далее. То есть это страх, по большому счёту. Вот. Это страх, страх того, что, вот, будет обязательно что-то плохое, будет обязательно что-то нехорошее. Если вы, там, допустим, что-то, вот, не знаю, позволите другому человеку, если вы, как согласитесь. Вот. Такое бывает, как правило, такое бывает, когда человек вырастает, ну, растёт в достаточно, такой, директивно-диспатичной среде, 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 вот. Какая-то там неискренность. Вот. Так скажем. Так скажем. И, соответственно, в этих случаях возникает подобное явление. Человеку не очень комфортно, допустим, себя слышит. Человеку не очень комфортно. Ну, признавать, что у него есть какие-то чувства. Вот. Человеку не очень комфортно замечать, признавать, что есть какие-то страхи. Потому что они, эти страхи могут вытесняться. Могут, 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 могут игнорироваться. Вот. Как, как, ну, как. Как что-то, вот, ненужное. Как что-то такое, вот, деструктивное. Да? Вот. И, соответственно, это уходит, вот, в данном случае, вот, уходит в вытеснение. А, ну, вот, в данном, ну, в данном, в данном конкретном случае. Вот. Что здесь, в принципе, можно, можно сделать? Личностный рост? Пожалуй, пожалуй. Личностный рост. Простройка личных границ. Вот. Работа с страхами. Работа с самооценкой. Вот. Обязательно работать с самооценкой здесь. Это, вот, в данном случае я бы сказал, что есть очень мощный у вас, как мне, как мне кажется, страх того, что люди узнают. Ну, например, вот, в данном случае, да. Люди знают, какой, какой вы. То есть вы, вот, на мой взгляд, а, боитесь, боитесь того, что люди знают, а, какой вы, и, там, вот, там, вот, а, какой-то вы не такой, да. Какой-то вы, вот, какой-то вы неважный, вот, какой-то вы неполноценный, тогда, как правило, так, понятно, что могут быть и другие аспекты, конечно же. Вот. Ну, пока, пока что можно, можно, можно говорить о данных моментах, пока можно говорить о данных аспектах, вот, и, соответственно, пока не появится там больше, больше данных, вот. Пока, пока не будет больше информации, вот, я бы сказал, что, ну, вот, ситуация, ну, вот, пока, пока. Самостоятельно из данного, данного положения. Достаточно. 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 Вот. Достаточно тяжело. Вот. Так что, вам нужна помощь. Вот. Поэтому обращайтесь. Будем, будем рады вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моим ответам, позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...